А что вообще значит преступление? То же самое, что и грех? И в чем разница между грехом и преступлением? Преступление — это не ошибка, но и не обычный грех. Грех — это промах мимо цели, это ошибка. Мы совершаем ее порой осознанно, а порой непреднамеренно, а иногда грешим, но даже не понимаем, что грешим. Преступление же совершается с полным осознанием происходящего. В сущности же, слово «преступление» значит «правильность». Это нарушение запрета, когда вы знаете, что творите. Нарушение запрета — это не ошибка, это не просто промах, а намеренное злодеяние. Вот что такое преступление. Приведу пример. Грех может совершать даже ребенок. У детей греховная природа. Дети грешат, причем даже не зная, что грешат. Но когда вы объясните ребенку, что хорошо, а что плохо, и он поступает плохо, то это в корне меняет дело. Это уже не просто грех, а переходит в категорию преступления. Это уже не ошибка, не просто грех, а преступление или нарушение. Когда вы совершаете что-то осознанно, что запрещено Богом, и вам было сказано этого не делать, тогда преступление. Приведу несколько конкретных примеров преступления, чтобы вы как следует разобрались, что же такое преступление. Семь примеров. Прелюбодеяние — это преступление. Это не ошибка и не простой грех, а злодеяние. Что и значит слово «преступление». Это оскорбление в отношении соучастника, и оскорбление в адрес супруга этого человека. Вы надругаетесь над сокровенным и священным. Итак, прелюбодеяние — это преступление. Воровство — тоже преступление. Воровство — не ошибка и не просто грех. Вы пересекаете запретную черту, присваивая чужое имущество. Так что воровство — это не просто грех, а преступление. И в Божьих глазах это серьезное злодеяние. Ропот — тоже преступление. Не просто ошибка или грех, а преступление. Провинность. Ведь Бог в Своем Слове прямо заявил, что Он против ропота и жалоб. И когда вы пренебрегаете этим и принимаетесь роптать и жаловаться на всех подряд, вы нарушаете четко обозначенное библейское постановление. Так что ропот — это не просто грех, а нарушение заповеди. Прямое нарушение — это преступление. Ложь — преступление. Ложь — это осознанное пересечение границы между правдой и неправдой. Лжец знает, что он лжет. Его обличает совесть, и человек убеждает себя, что это не страшно, хотя знает, что лгать неправильно. Лжецы знают, что грубо нарушают Божьи постановления — это преступление. И вот что значит слово «преступление» — это провинность. Сплетни — тоже преступление. Сплетник сует нос не в свое дело, или принимается обсуждать жизнь и решение другого человека, говоря о том, о чем его никто не спрашивал. Это все равно, что влезть кому-то в дом, или в кошелек, или в рабочий процесс. Сплетник лезет туда, куда его не приглашали, и нарушает границы. Это не просто грех или ошибка, а серьезное прегрешение. Удерживание десятины — очень серьезное преступление. Об этом в Писании сказано четко и конкретно. Не отдавая десятину, вы совершаете преступление против Божьего закона. Это вызывает проклятие. В Библии об этом говорится много-много раз. В сущности, все наши неправильные действия, когда вы знаете, что они неправильные, но все равно их совершаете, это преступление. Преступление совершается с полным осознанием. Это осознанное, неправомерное действие. Грех может быть ошибкой. Грех значит промахнуться мимо цели. Но когда вы совершаете злодеяние осознанно, уровень ответственности повышается. Это действие становится преступлением. Мы все в этом повинны. Иисус сказал в Матфея 6 главе 12 стихе, «Прости нам прегрешения наши, как и мы прощаем тех, кто совершает зло против нас». Можно перевести это так. «Прости нам наши преступления, ведь и мы прощаем тех, кто поступил неправомерно с нами». Какая замечательная молитва. «Отпусти нам прегрешения, ведь и мы отпускаем злодеяние наших обидчиков». Если вас кто-то чем-то оскорбил, против вас совершено злодеяние. И Писание призывает вас простить ему это прегрешение. Проникновенно, правда? Вот в чем разница между грехом и преступлением. Грех всего лишь проступок. Его совершает каждый. Преступление обдуманно. Оно делается осознанно. Это провинность. В Божьих глазах это весьма серьезно. Книге Малахии 3 главе сказано, что когда вы не отдаёте десятину и приношение, вы под проклятием. То же самое. Это заклятое. Вы удерживаете эти деньги, желая потратить их на себя, и они становятся для вас заклятыми. В первые годы супружеской жизни у меня не было откровения о десятине. Денег у нас не было, и я не представлял, как мы можем отдавать десятину. Так что я просто ее не отдавал, и постоянно лгал Денис. Денис спрашивала, «Дорогой, мы отдаем десятину?» «Рик, мы отдаем?» И я понимал, что нам нужно отдавать десятину, но мы этого не делали, и я лгал. Отвечая, «Да, да». «Угу». Я пытался уйти от ответа или перевести разговор на другую тему. Я не хотел отвечать на этот вопрос, зная, что я не прав. Знал четко. Это был не просто грех, а преступление. Я знал, что приступаю Божий закон, не понимая, как исполнять то, что Он повелел. Может, и вы не знаете, откуда брать десятину. Однако начните. Не нарушайте четкое Божье повеление. Ведь что будет? Деньги станут заклятыми. В те первые годы мы с Денисом жили под проклятием. У нас не было денег. Это было что-то. Если бы вы тогда увидели, как мы живем, даже стыдно об этом вспоминать и говорить. Да было жалкое зрелище. Полная разруха. Держались за крохи, что у нас были. Я держался. Я ведь думал, что буду беречь эти крохи и спасу положение, но нет. Я навлекал на нас проклятие. Это заклятое приносило нам одну беду. Когда вы удерживаете первые плоды и тратите их на себя, или не отдаёте десяти, но это серьёзное преступление. При изучении Писания вы обнаружите 13 прегрешений, которые вызывают Господень гнев. Думаю, нам важно узнать эти вещи. Что вызывает Господень гнев? Вкратце перечислю их все. Первое — упрямство. Упрямство вызывает Божий гнев. Когда Моисей спорил с Богом, не желая идти к фараону, против Моисея возгорелся гнев Господень. Когда Божий народ упрямствует и спорит с Богом насчёт Его повелений, Бог выражает Свою гневную реакцию. Идолослужение вызывает Господень гнев. Когда народ посвящает себя не Богу, а кому-то или чему-то другому, Бог гневается. Ропот вызывает у Бога гнев. Когда Божий народ жаловался и роптал на Моисея, помазанного Богом лидера, Библия чётко указывает, что Бог разгневался. Следите за Своими словами о пасторе, лидере или президенте. Ведь когда вы ропщите на своё руководство, это вызывает Господень гнев. Неблагодарность вызывает у Господа гнев. Когда Бог проявляет благость, а люди Его не благодарят, но жалуются и ропщут обо всём подряд, Библия чётко говорит, что такая неблагодарность вызывает у Господа гневную реакцию. А как насчёт непокорности? Библия конкретно и об этом. Мариам и Аарон выступали против Моисея, помазанного Богом лидера, сказав, «А мы что, не такие помазанные, как он?» и проявляли к нему непокорность. Писание говорит, «На Аарона и Мириам возгорелся гнев Господень». Или, например, непослушание. Валаам узнал о том, что повелел ему Господь, но отказался покоряться и слушаться. Библия говорит, что этим он вызвал на себя Господень гнев. Подрыв морального духа. Лазутчики вернулись из обетованной земли и сообщили плохие новости, лишив народ боевого духа. В Библии написано, что своими обескураживающими словами, породившими в народе сомнения, они возбудили к самим себе Господень гнев. Разгорелся Господень гнев. А как насчёт неуважительного отношения к Господу? Неуважительные действия в адрес Господа способны лишить вас в жизни очень многого. На самом деле, это вызывает против вас Господень гнев. Моисей проявил неуважение к Богу. Когда Господь сказал ему ударить по скале, он разозлился на Господа и в неуважении ударил по скале повторно. Это показало его неуважение, и в итоге из-за этого он так и не вошёл в землю обетованную. Ещё отступничество. Бог разгневался на Соломона. После всего, что Бог сделал для Соломона, явился ему дважды, а Соломон отступил от него и посвятил себя другим божествам. Библия говорит, что Бог разгневался на Соломона. А что можно сказать про воровство десятины? Мы говорим об этом сегодня. Об этом совершенно ясно написано в книге Иисуса Новина, 7 главе, и книге Малахии, 3 главе. Когда вы присваиваете собственность Господа, это вызывает его праведный гнев. Или, например, искажение Божьего образа и характера. Об этом написано в книге Иова. Друзья Иова говорили о Боге неправду, что огорчило Господа. А фактически, как написано в Библии, на них возгорелся Господень гнев, духовное нечестие и злодейство. В книге Псалмов говорится о ежедневном Божьем гневе на нечестивцев. И, наконец, 13-е прегрешение – неподобающее отношение к Израилю со стороны других народов. Это вызывает Господень гнев. В Библии говорится, что Бог гневается на эти народы. Давайте назовем их еще раз. Упрямство, идолослужение, ропот, неблагодарность, непокорность, непослушание, подрыв морального духа, неуважительное отношение к Господу, отступничество, воровство десятины, искажение Божьего образа, нечестие, неподобающее отношение к Израилю – все эти деяния становятся причиной Господнего гнева. Нам важно знать, из-за чего гневается Господь, чтобы не вызывать Его гнев на себя. Но я должен сказать вам о следующем. Бог не торопится гневаться. Наш Бог не разгневается за секунду. Он долго терпит. Библия говорит об этом ясно. В ней также написано, что Божий гнев длится всего мгновения. Всего мгновения. И когда человек совершает покаяние от сердца и искренне просит у Бога прощения, Бог настолько милосерден, что в Псалме 77, 38 сказано, «Он отвращал свой гнев». Псалом 84, 5. Там написано, что после покаяния негодование Господне прекращается. Михея 7, 18. «Бог не вечно гневается на свой народ». Нам полезно знать о последствиях неправильного настроя и о последствиях непослушания. Знаю, мы хотим говорить о плодах послушания. Любим говорить о победе. И в этом цикле мы, вообще-то, беседуем о том, как добиться победы и сохранить ее. Но когда мы совершаем злое, у нашего непослушания возникнут последствия. И вместо того, чтобы страдать от последствий непослушания, совершите покаяние. Покайтесь. Хватит грешить. Вернитесь к Богу. Вернитесь на Его путь. И продолжайте следовать за Ним. Бог за вас. Его гнев прекратится. Положение улучшится. Бог за вас, а не против. Бог заинтересован в вашей победе. Вот о чем мы говорим. Здравствуйте, друзья, это Эрик Реннер. У меня для вас отличная новость. Моя телевизионная программа под названием «Измени свой мир» теперь выходит на отдельном YouTube-канале, где представлено учение на самые разные темы. Это учение, которому вы можете доверять. На новом канале вы сможете получить наставление из Божьего Слова. Мы погрузимся в изучение Библии и найдем там сокровища, которые изменят вашу жизнь. Освободить разум от неправильных мыслей. Вы узнаете, как обрести исцеление, укрепить брак, воспитывать детей и многое другое. Подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы всегда знать о появлении нового учения, которое мы приготовили специально для вас. Также пишите комментарии. Для меня очень важно мнение зрителей, и я всегда читаю ваши комментарии. Итак, подписывайтесь и нажмите на колокольчик на нашем новом YouTube-канале «Измени свой мир». Редактор субтитров А.Семкин